Пригласил меня друг в поход в тайгу. Мы хоть и живём в одном городе, но не виделись уже лет пять. Хотелось не только порыбачить, но и вдоволь пообщаться, поделиться последними новостями. А места у нас красивые и заповедные. Кругом тайга на сотни километров, реки, берега скалистые и озёра. Выбрали место на карте по наводке знакомых охотников, и от города недалеко, и деревня совсем рядом. Если что, можно будет на ночлег попроситься или от непогоды укрыться. Охотники нам ещё записочку дали для Игоря Местного. Деревню мы нашли без труда, от неё и зашагали к реке, поставили там палатку. Целый день мы с другом рыбачили, клёв был отличный, и на костре у нас уже варилась уха. Время близилось к вечеру, как вдруг из-за ближайших кустов к нашему костру вышел человек. Мы с другом сразу поняли, кто к нам пожаловал. Мужик на вид был огромный, ростом под метр девяносто, лицо серьёзное, хоть уже и в морщинах. Егерь тот самый, о котором охотники говорили. Суровый мужик проверил наши документы, оглядел зорким взглядом вещи и уже собрался уходить, но тут мой друг протянул ему послание от охотников. Прочитав его, егерь сразу как-то повеселел, подобрел, улыбка озарила его хмурое лицо. Сказал, что увидел свет от костра, вот и решил пойти узнать, кто это огонь развёл на берегу реки. Уж не обижайтесь, служба такая. Людей плохих развелось последнее время, и егерь тяжело вздохнул. Он нам очень понравился. Простой деревенский мужик, и мы пригласили его к своему костру. В котелке уже давно кипела уха из пойманной рыбки, которая обещала быть наваристой и вкусной. Да и чайник тоже закипал. Отужинайте с нами, предложили мы егерю, и он с удовольствием принял наше предложение. Спасибо, не откажусь. Целый день по тайге шёл, устал, ноги гудят. Эх, в баньку бы сейчас. А чего домой не пойдёте? И мой друг кивнул в сторону деревеньки. Да нет, ребятушки, моя деревня в тридцати километрах отсюда, за рекой, не дойти мне уже сегодня. Так что с вами отдохну. Я Василий, и он протянул нам по очереди руку для приветствия. Можно на «ты» без выкрутасов? Мы тоже представились в ответ. Как ни странно, Василий оказался интересным собеседником, несмотря на его грозный вид. Он был добрым и отзывчивым человеком, хорошо понимающим и знающим жизнь. «Василий, а расскажи нам что-нибудь из своей жизни. С тобой за долгую жизнь наверняка много чего случалось», — попросил его мой товарищ. «Ночи сейчас длинные, да и мы особо никуда не спешим. Ну, раз просите, тогда слушайте», — согласился Василий. «Только вот поверите вы мне или нет, даже и не знаю, но дело ваше. Я ведь с рождения городской, как и вы, хотя поверить в это сложно. У меня ведь даже образование высшее имеется. И жизнь свою я собирался прожить совсем не так, но не подумайте, я ни о чем не жалею. А получилось, что после окончания института угораздило меня влюбиться. Да так, что ни жить, ни дышать без нее не мог. И она меня тоже полюбила. Да вот только загвоздка была в том, что любимая моя была замужем. И не просто замужем, а за чиновником очень крупного масштаба для нашей области. А он, к тому же еще человеком, был злобным и мстительным. И решили мы с любимой моей сбежать из города, куда-нибудь подальше. В чем были, как говорится, в том и уехали, куда глаза глядят. И привела нас дорога в эти самые таежные места. Я устроился работать на место пропавшего в тайге Игоря. Загадочное, кстати, дело было, до сих пор неизвестно, что с ним случилось. Поселились мы в домике того самого бывшего Игоря, в тайге в нескольких километрах от деревни. Переезд в такую глухомань был для нас осознанным шагом. Искали мы с любимой уединения. Стали обживаться, добро наживать, наслаждаться жизнью и друг другом. Постепенно с местными жителями отношения наладились, перестали нас считать чужаками. Я хоть и был необщительным и угрюмым, но работу свою знал хорошо и выполнял добросовестно, спуску никому не давал. Все деревенские понимали, что в тайге должен быть порядок и поддерживали меня в моей нелегкой миссии. Приходилось и с браконьерами сталкиваться, и чересчур наглым представителям власти отпор давать. А то они, понимаешь, считают, что им все дозволено. Так прошло два года с тех пор, как мы сбежали из города. В один из дней принес я в нашу избушку раненого волчонка и поручил жене его лечить, кормить и выхаживать. Мать волчонка медведь разодрал, и без людской помощи он бы погиб. Люба моя заменила малышу мать, вытащила его буквально с того света, на ноги поставила, выкормила из бутылки, ночами не спала, сидела рядом с ним. Волк вырос, окреп и в тайгу ушел, даже не попрощался. И вот как-то примерно через год после этого пошел я на обход по большому кругу. Это значит на три-четыре дня, не меньше, а Люба на хозяйстве осталась, ей было не привыкать. И как раз в это самое время ее муженек в избушку нагрянул. Оказалось, что с тех самых пор, как мы уехали, он искал нас. Не было ни дня, чтобы он не думал о месте. Три года у него ушло на то, чтобы вычислить, где мы, ведь даже своим родителям мы не сообщали о себе ничего. Наверное, он долго за нами наблюдал и ждал подходящего момента. И дождался, когда я наконец ушел из дома. От сильного удара тупым предметом по голове Люба потеряла сознание. Когда очнулась, был уже вечер. Лежала она в тайге, а в каком месте, понять не могла. Скорее всего, где-то далеко от нашей избушки. Руки и ноги были сильно связаны за спиной, рот заткнут какой-то тряпкой. Да так, что ни крикнуть, ни пошевелиться не было никакой возможности. В таком состоянии человек вряд ли долго протянет. Мороз и дикие животные быстро сделают свое дело, и концов никаких не найдешь. На то, видимо, у подонка и был расчет. Звать на помощь не было никакой возможности. Да я вернусь с обхода еще не скоро. Так что это была верная смерть. Так лежала она без сил, и со страхом прислушивалась к ночным звукам. Руки и ноги затекли, тело стало деревянным. Вдруг сквозь остатки сознания Люба почувствовала горячее дыхание. Кто-то явно ее обнюхивал. Она с трудом повернула голову и увидела во тьме горящие глаза. Волк. Сомнений не было. Ну вот и все. Пронеслось у нее в голове. Но тут произошло нечто невероятное. Волк не пытался ее убить, а совсем наоборот. Он стал грызть веревки на ее запястьях. Люба сперва не могла поверить в происходящее, но потом вспомнила о волчонке, которому она когда-то заменила мать. Вот кто пришел к ней на помощь в трудную минуту. А дикий зверь продолжал рвать своими острыми клыками веревки. Он не успокоился до тех пор, пока девушка не освободилась. Потом волк подошел к ней так близко, что Люба смогла его обнять, и заплакала, уткнувшись лицом в его густую шерсть. Убедившись, что с ней все в порядке, волк опять скрылся в тайге, но теперь уже навсегда. Когда рассвело, Люба смогла добраться до избушки, а потом и до деревни. Там она все рассказала участковому. Завели уголовное дело, но его пришлось быстро закрыть, потому что вскоре растерзанное тело злодея нашли в тайге. Заключение следствия было таким. Мужчину загрыз волк. После смерти негодяя Люба официально стала вдовой, и мы наконец-то смогли с ней оформить наши отношения. Вот только возвращаться в город больше не захотели. Купили дом в деревне, я продолжал работать в тайге, а Люба родила мне троих сыновей. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok